...предприятий, возрастом... Посмотрите, есть достаточно легковые автомобили. Есть менеджер, который делает заявки. Подождите, я еще раз говорю. Подождите, я лично обслуживаю 450 магазинов пятерочки. У нас день по 30, по 40 аварийных ситуаций. Если мои техники не приедут, этот магазин не откроется. Если они не откроются, люди голодать будут. А к кому? Вы меня не помните на улицу. Есть на двенадцатом этаже, есть департамент транспорта. Какой? Мы все зарегистрировались на сайте. Нам сказали, прийти сюда для получения. Завтра эти магазины не откроются, через месяц их не будет работать 100. И завтра эти люди будут... Вы знаете, у нас такая цепочка, что мы можем говорить, что сейчас, если жена моя не проснется... Да я вам не про жену говорю, это что, не стратегически? У нас в Краснодарском крае 1100 продуктовых магазинов. Как это так половина работы не будет? Вы... Это что, блядь, за издевательство? Мы полдня простояли, никто из вашей администрации не вышел, даже списки не составил. Полдня тут стояли. Сейчас кто-то выходит, говорит, мы только для грузовиков. Это что за цирк? 500 пропусков полдня, что вы... Как вы, блядь, грёбаные печатали. Вот у вас там что, бумаги нет? Вообще не печатали. А кто при чём? А кто при чём? А кто при чём? На ПУС-120 спур едет. У нас что, вы думаете, нет других дел? Я вам чётко, конкретно спрашиваю. Кто эти магазины даст свет? У меня лично два магазина. Один ванат, один ванат, один ванат, один ванат, и уже не работает. А надо дизельные генераторы заправлять. Там надо автоматом менять, где свет висит. Там ролл-ставки ломаются. Да мы будем с вами говорить на одном языке, когда магазины будут закрыты, а вот эти вот люди, которые здесь живут, выйдут, и их будут грабить. Потому что им жрать будет некое. Хоть на дно, хоть на двух, хоть на трёх на одном языках говорить. Правильно, ничтежные ездят на крузовиках. Это наши сотрудники будут ездить и жизнью, блядь, рисковать, чтобы вы все ели и пили. А мы здесь как пыдло, блядь, стоим, никто даже информации никакой сказать не может. Просто пройду.